Мерцает дымчатый тапаз Песня имеет предисловие предысторию. Я ее написал в 1992 году на кухне у Наташи Баевой, тогдашнего президента клуба, очень энергичного, веселого, жизнерадостного человека, которая, к сожалению, весной 2000 года покинула нас сразу после фестиваля, который она же и подготовила, на который ее привезли уже буквально в последние дни ее жизни. Наташа ушла, песня осталась. Почему я ее не пел в 28 лет? Потому что у нас с лирическим героем этой песни большие идеологические разногласия. От своего имени я ее петь не мог, а от имени этого лирического героя как-то не приходилось. Но сегодня она, несмотря на разногласия, будет исполнена просто память о Наташи. Мерцает дымчатый топаз в кулоне вашем благородном, хоть вы беспечны и свободны. Но ваш кулон твердит о вас, что вас не просто разгадание, что в дымке спрятаны вопросы, и что за дымом папиросы и грусть, и опыт и печаль. А я ваш взгляд перехватил и устремился вслед за вами, но благородный серый камень мне по секрету сообщил, что лучше не искать пути, что в дымке спрятаны ответы, и что за дымом сигареты у вас настоящий не найти. Сижу, не знаю, как мне быть, куда пойти, куда податься, слепым влечением отдаться или вынять топазу и остыть. Но все же решил я щуря глаз в плену сомнений исполинских, что за дымком сигар кубинских мне лучше спрятаться от вас. Нет, царя, это дымчатый топаз. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok